В этом году на борьбу с коронавирусом, укрепление системы здравоохранения, поддержку экономики и социально незащищенных граждан в Самарской области потратили более 24 миллиардов рублей. Об этом на расширенном заседании правительства рассказал губернатор Дмитрий Азаров. Пандемия повлекла за собой тяжелейшие экономические последствия. 2020 год стал самым сложным в современной истории региона, гораздо тяжелее кризисных 2008 и 2015 годов. Несмотря на это, по поручению Дмитрия Азарова в Самарской области в полной мере реализуют все ранее взятые социальные обязательства. Сохраняются темпы по строительству всех инфраструктурных объектов. За последние три года в Самарской области в эксплуатацию ввели 64 учреждения здравоохранения, в том числе в этом году 36. Речь идет о детской поликлинике, офисах для врачей, общей практике и фельдшерско-акушерских пунктах. Медики, учителя, ветераны, многодетные семьи и представители бизнес-сообщества получают поддержку. Губернатор Дмитрий Азаров отметил, что в Самарской области планируют строить новые учреждения здравоохранения. Это необходимо делать в самые короткие сроки. Вопрос находится на особом контроле главы региона. Мы в этом году, например, на дорожное строительство дополнительно в это сложнейшее время, когда сокращали расходы по многим регионам, дополнительно 2 миллиарда рублей получили. Добились этого своей работой, настойчивостью, профессионализмом. И по больницам будем добиваться, по всем учреждениям здравоохранения в первую очередь. В этом году в Самаре также прошел уникальный онлайн-форум «Живые инклюзивные практики», который объединил сотни талантливых людей с ограниченными возможностями здоровья. Регион предоставил нам субсидию практически 2 миллиона рублей для того, чтобы онлайн прошел хорошо, чтобы это было действительно большое интересное федеральное событие. В итоге, благодаря помощи администрации губернатора и правительства Самарской области, участниками нашего форума оказалось более тысячи человек из 60 регионов страны. И форум получился одним из самых качественных вообще по событиям, связанным с людьми с инвалидностью в онлайне в России за 2020 год. Без внимания не оставили и представители различных молодежных движений региона. Региональная команда выработала действительно колоссальные меры поддержки, в том числе и в социальной сфере. И, конечно же, что важно отметить, это для молодежи. Мы уже сегодня увидели те меры поддержки, которые планируются на 2021 год. И надеемся, что в ближайшее время депутатский корпус утвердит те решения, которые сегодня были предложены. До 2023 года в регионе должны оздоровить экономику и вывести на новый уровень качества жизни населения. Для этого в Самарской области будут развивать промышленность, научно-исследовательские комплексы и инвестиционную инфраструктуру. Серьезным подспорьем в данном вопросе станут национальные проекты, инициированные президентом страны Владимиром Путиным, а также стратегия лидерства Самарской области, разработанная по поручению главы региона. Предполагается, что в 2021 году общий объем расходов составит 149 миллиардов 874 миллиона рублей, что на 557 миллионов больше первоначально утвержденных показателей по тратам на 2020 год, и на 14 миллиардов и 6 миллионов меньше текущих плановых назначений. Несмотря на это, бюджет сохранит социальную направленность. Основные средства выделяют на здравоохранение, укрепление материально-технической базы учреждений, оказание высокотехнологичной помощи, закупку лекарств, образование, строительство социальных объектов, развитие транспортной инфраструктуры и сельского хозяйства. С 1 января следующего года в регионе проведут индексацию выплат ветеранам, труженикам тыла, инвалидам боевых действий, приемным семьям и другим категориям граждан. Кроме того, в проекте бюджета до 2023 года сохранили финансирование социально значимых направлений, которые впервые были предусмотрены в 2020 году. Анатолий Головко, Григорий Плешаков. События.